Война Моя 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 То есть, в принципе, несмотря на то, что играю в первый раз, днем нам лучше оставаться в помещении. Несмотря на это, кое-что я уже умею, уже знаю. Так, давай пока наверх. В общем, первый день пока что нужно устроиться в убежище, немножко как-то постараться разобрать завалы, добыть различные всякие вещи полезные, ну и так далее. Так, отлично, еще материалов, досок нашли. Это, конечно же, радует. Так, давай обратим, необычай, что у нас здесь. Еще отмычку нашли, хорошо, немножко компонентов. Как видите, в этом углу экрана написано, какой день идет, время также до вечера и, собственно, температура воздуха в помещении, в нашем жилище. Поначалу мы отправляемся на вылазки, а днем мы обустраиваем свое жилище. Вот такая вот стратегия, симулятор выживания, на самом деле, довольно интересна. Так, братья, иди-ка ты туда-то, расходи. А ты? Подожди, а ты у нас тут, да? Иди, разбирай завалы. В принципе, вот так все занимаются делами, все разбирают завалы. Если бы, конечно, была лопата, было бы все быстрее, но уж нет, так нет, что поделать. Так, хорошо. Тут у нас пустая комната. Окей, пошли, давай еще выше поднимемся. В общем, все заняты работой пока что в данный момент. Жрать нам, конечно, наверное, не особо, что есть. В принципе, нужно построить для этого начала плиту. У нас пока что только сырое мясо и больше нифига вообще интересного. Я думаю, что мы успеем еще покрафтить, что только раннее утро. 11.50. Ночь наступает часов в 9 или в 10 вечера, по-моему, если не ошибаюсь. В общем, я думаю, что времени у нас еще хватит на то, чтобы что-либо сделать. Ну, естественно, опытный добычек у нас пойдет ночью добывать. Хороший повар, наверное, будет спать, поскольку он болен, а легковый раненый человек будет охранять убирочек. Как-то, наверное, так получается. Хрен его знает. Правда, спать нам пока тоже негде, кровати нету. Ну, это дело поправимо, я думаю, что мы сможем их скрафтить. Так, отлично. Разобрали завал, теперь можем открыть этот фигню с помощью отмышки. Что нам досталось в награду? Парочка книг. Хорошая книга поднимает настроение. Чем их у нас больше, тем лучше в тяжелые времена. Мы можем использовать их как топливо для нашей печки или плиты. И также, собственно, траву, различные травы, которые можно использовать для приготовления травяных медикаментов и самокруток. Взять все. Окей. Так, братья не разобрал, пока завалы. Это очень хорошо. Сходит обычный этот шкафчик. Отлично. Драгоценное стивилирное украшение, ценный предмет для обмена. В игре также есть торговля и кое-какой крафт, который я вам тоже обязательно покажу. Не знаю, может быть в первой серии, может быть в дальнейшем. Посмотрим, как повезет. Так, хорошо, иди пока сюда. Потусуй пока булки здесь. Ты иди, пожалуйста, сбивай завалы. Ты у нас почти закончил этим заниматься, это очень хорошо. Сейчас пойдешь лутаться тогда в таком случае. Так, взять все. Замечательно. И теперь идти сбивать завалы там. Хорошо, давай покрафтим немножко. Подожди, не тем, не тем чуваком. Нет, ты тусуй булки здесь. Ну что же, кровать или обогреватель, или же, собственно, примитивная плита. Я думаю, что начнем с плиты, потому что это жизненно необходимая тема. Так, куда мы ее размещаем? Наверное, на кухне было бы логично поставить ее там. Так, эта дверь заперта. Вот она что, отмычек у нас, соответственно, больше, так полагаю, нету, да? Окей. Не знаю, даже дожди, пока посиди тогда, отдохни. Хотя нет, подожди, посмотри, что нам можно еще с крафтить. Может быть, кровать удаваться сделать? Кровать нам тоже очень нужна. А можем мы улучшить верстак? Улучшение верстака? Да, по идее, можем. Для того, чтобы мы расправить более сложные вещи и устройства, позволяя получать еду, медикаменты и ценные для обмена предметы. Можем дальше осуществить его, чтобы получать и делать электроприборы. Ну, возможно, имеет смысл. А возможно, имеет смысл сделать что-нибудь типа слесарного верстака. А позволяя делать инструменты, такие как лопаты для очистки завалов, ломы для взломания дверей и ножи для самообороны. Улучшив его, можем изготавливать более сложные инструменты, даже чинить огнестрельное оружие. Вот это, пожалуй, будет нужнее. Так, верстак поставим рядом с этим верстаком. Наверное, как-то так. Ну, вот, в принципе, ребята занимаются у нас различными вещами. Так, хороший повар у нас, собственно, сделал плиту, поэтому, наверное, может сразу же приготовить что-нибудь пожрать. Для начала нам нужно сделать топливо. И лучше сделать его из досок. Хорошо. Вот такая вот игра. Спокойная, размеренная днем и очень напряженная в ночные вывозки, которые мы еще с вами увидим обязательно в этой серии. Посмотрите, что себя не пристарает, если вы, конечно, в эту игру не играли или не знали об этом. Если же вы играли, то вы знаете об этой игре, наверное, довольно много, но все равно же не стоит мне подсказывать, как мне действовать, потому что я хочу всему научиться сам, самостоятельно. Что-то я умею, какие-то азы, какие-то основы. Чему-то научусь в дальнейшем. Как-то, собственно, так. Ну что ж, пару порцаек можем жертву приготовить. Но хавать мы будем через день. То есть, получается, по нечетным дням. Завтра у нас... Или, говорит, по почетным. Вот, сегодня не ели, получается, завтра будем есть. По четным дням. Так, хорошо. Сделал поесть. Молодец. Посиди на стульчике, отдохни. Посмотрим, хватит ли нам на кровать. Нет, уже не хватает. К сожалению. Ладно, на первом раз есть ноутбук, теперь мы можем эту дверь взломать. Чем мы, пожалуй, с вами сейчас и займемся. В таком случае. Братья не пока, пускай посидит, отдохнет. Жаль, конечно, что кровать не сделали, на самом деле, очень жалко. Но вот и наступила ночь. Хорошо. Давайте посмотрим, куда мы пойдем. Начало распределим наших людей. Естественно, опытный добытчик, у которого 15 лотов в инвентаре пойдет добывать. Быстрый бегун Павла, легко раненый, пускай охраняет. А Бруно, получается, спит на полу, потому что кровати у нас нет. Хорошо, значит, Марка добывает, Бруно спит, Павла охраняет. Окей. Куда идем? Заброшенный дом, много еды, огромное количество материалов, немного лекарств, много оружия, много запчастей. Ну, в принципе, почему бы и нет. К тому же, ближе всего к нашему убежищу. Вот так выглядит осажденный город, как видите, разбомленный войной. Дома дымятся, горят, везде идет война. Потом откроются новые локации со временем. Но пока что все, что нам доступно, это три локации. Ну что же, вперед приготовить. Отправляемся. Что мы с собой возьмем? Пожалуй, лом, наверное, только. И, в принципе, все. Понеслась. Ну, вот так вот, собственно, выглядит ночной геймплей. Должно быть, грабители спешили, многие вещи остались нетронутыми. Снайпер. Так. Не знаю, как будет по звукам, громко ли будут эффекты, музыка. Если громко, то в следующей серии отрегулируем обязательно. То есть, пока что первая серия такая пилотная, традиционная, да. То есть, может быть, что-то будет не совсем идеально работать. Потом подкорректируем, поднастроим. В принципе, дофига всякого хлама. Нам вообще нужны медикаменты и еда. Потому что у нас один человек легко ранен. А еще нам нужны материалы. Чем больше, тем лучше. Потому что нам нужно сделать кровать, чтобы люди могли отдыхать по ночам. Ох, дофига, конечно, вещей берем. Мы просто не имеем на собой. Так. Давайте смотреть-то, что мы тут имеем. Взять. Это пока выложим. Пока, наверное, нам это не очень нужно будет. Возьмем лучше еще вот таких четыре штучки, да. Порох нам пока тоже не обязательно. Да и, в принципе, электрические детали тоже ни к чему, наверное. Вместо них лучше наберем вот этого добра. Хорошо. Там какое-то движение обозначается. Возможно, это кафли воды. Возможно, крыса. А возможно, и кто-то похуже. Так. У нас есть повар, который курит самокротки. Можно, конечно, взять ему. А можно взять удобрение. Еще есть кофе. Ценный предмет на продажу, по идее, да. Кофе многие пьют, чтобы найти в себе силы прежде еще один день. Его ограниченное доступность во времена войны делает его крайне ценным товаром. Блин. Даже и не знаю. Ладно, давайте досок выложим немножко. Возьмем с собой этот кофе. И хрен с ним самокрутку. Пока так. Так. Ну и будем надеяться на лучшее. Да, кажется, там, в принципе, просто какая-то капля воды была. Может быть, крыса. То есть, в принципе, все хорошо. Так. Давайте посмотрим, что у нас такое здесь. Возможно, пока еще до утра успеем разобрать завалы. И взломать тут шкафчик, потому что там наверняка что-то может быть полезное и ценное. Была бы, конечно, у нас лопата. Дело пошло гораздо быстрее. Но лопата у нас нет, поэтому будем сбирать медленно. Что ж поделать? По поводу времени, если мы не успеем до конца ночи, как вот стрелка по кругу подойдет полностью, да, по часовой стрелке, вернуться в убежище, то есть сбирать к выходу, тогда, получается, наш персонаж будет гораздо медленнее добираться, потому что будет день, там, снайпера, может быть, потеряет часть лота, может быть, его убьют, может быть, его ранят. Ну, то есть, такой вот фактор неожиданности присутствует. Лучше выходить на вылазки и возвращаться в убежище именно по ночам. Если выделилось это днем, то это может быть чревато последствиями. То, что это можно прочесть, обязательно прочтем, изучим. Но начало завала. В принципе, пока что только четверть ночи прошла, поэтому думаю, что мы успеем. Небольшой дом, и, в принципе, туда остались еще различные вещи, так что можно будет сюда вернуться, потому что здесь все небезопасно. Вынести все. Кстати, холодильник, вот в нем наверняка будет жратва. Как-то я промечиваю, упустил из виду и побежал мимо. Вот эту офигню. Лучше огнем немножко жратвы сейчас места этого самого. Потому что как раз будет день кормежки у нас, получается. Четное число. Если кормить людей каждый день, просто не напасешься еды. Да и ничего страшного, пускай немножко голодают. Не сильно, главное. Я думаю, что все окей будет. Так, ну отлично. Завала разобрана, и можно воспользоваться ломиком. Дабы взломать эту фигню. Ломик там, получается, заменяет отмышку, но ломик не бесконечен. Он имеет свойство ломаться после нескольких применений. Что, в принципе, и логично. Так. О, да, детка. Вот это я понимаю. Самокрутку мы меняем на качественную сигарету. Берем, естественно, бинты. Потому что это медикаменты, да? То есть, может, кого-нибудь подвезти, кто-то будет ранен. Возьмем товар на обмен. Бинт еще и оружие осталось. По-любому, надо возвращаться, короче, получается. Ладно, давайте посчитаем, что это такое. Семейная фотография родителей и двое дочерей. Хорошо, что девочки не были похожи на отца. Он похож на медведя. Забавно. Тут у нас, по-видимому, должна быть хавка. Да, тут дофига жратвы. Просто немерено. Блин, ну, приятно, как-нибудь в другой раз взять это. Потому что нам пока важнее непосредственно еда. Овощи. Возможно, еще девять воды возьмем. Я думаю, что все. Понемногу всего набрали. В принципе, видите, лом немножко у нас поломался уже. Я думаю, что можно двигаться к выходу. Для этого как раз сломаем дверь, чтобы потом и так по низу не обходить в следующий раз. Чтоб все было гораздо быстрее. И сюда, получается, еще можно вернуться. Как минимум один раз потом. Что-то еще осталось. Много всего интересного. Кстати, возможно, имеет смысл лучше подняться на них. Сразу там что-то взломать, что потом уже лом с собой не брать. Давайте попробуем посмотреть. Записка, в которой сказано. В первый день они нас ограбили. Два дня спустя они убили наших девочек. Я перестрелил их всех, но я больше не хочу брать в руки пистолет. Я сломал его и закопал в саду. Следующая часть напишет на дрожащую руку. Если кто-нибудь это читает, не ищите меня. Жесть. Просто жесть. Так. Ну, там вроде все чисто. Врагов вроде не видать. Блин, пора уже потихоньку возвращаться. Ну, сейчас дверь взломаем. Я думаю, что успеем. Надеюсь, там просто крыса. Да, так и есть. Все. Бежать к выходу. Все двери взломались. Сейчас лом можно будет с собой уже не брать, получается. Нам он уже нафиг будет не нужен. И это очень здорово, по-моему. Ну, что же, Марка уже в убежище. После каждой ночи, когда возвращаемся к убежищу, то нам пишется, во-первых, какой день наступил. День второй. Нашего выживания. И пишется отчет за ночь. Смотрите, у меня бинты. Сейчас обработаем рану. Так, эта ночь пошла спокойно. То есть, не было никаких происшествий. У нас никто не нападал. Все было в порядке. Все было хорошо. Так, все, естественно, голодные. Легко ранены. Устали. Слегка больные. В общем, полная жопа. Ладно, покушай тогда, братюня. Для начала. Плохо спал. Так, а может, слегка. Так, иди тоже покушай. Ты пока посиди, просто отдохни чуть-чуть. А ты пока что иди, сделай себе кровать. Так. Кровать. Сделать. И разместим ее, пожалуй, где-нибудь снизу. Да, вот тут у нас будет жилая комната. Потому что она такая самая защищенная. Без окон, без всего. Я думаю, что имеет смысл. Разместить. Так, хорошо. Поел. Пока все тогда. Значит, делаем тогда так. Вот, конем, рокировочку. Ты садишься, отдыхаешь. А ты, Бруно, опытный повар, готовишь пожрать. Для этого тебе нужно еще немножко топлива. Так, легко. Плохо спал, слегка болен. Легко ранен, устал. И голоден, устал. Но ты у нас добытчик опытный, поэтому тебе в первую очередь надо поспать. Я думаю, что... Так что сейчас ты, наверное... Павел пока может идти разбрать завалы дальше. Я думаю, что имеет смысл. А ты, Марка, сейчас поставишь кровать. После этого пойдешь поешь, наверное, если Бруно приготовит. А Бруно просто обязан приготовить. Простой блюдо вкуснее питательной сырой еды. С овощами оно было бы еще вкуснее. Но овощи у нас есть, поэтому, в принципе, все окей. Без проблем. Марка у нас поест сегодня королевской еды. Пускай пока поднимется наверх. Похавает. Ты пока пьсяешь на стульчики. И после того, как он похавает, он пойдет спать. Кровать пока одна, так что спать будем по очереди. Ничего не поделать. Один спит ночью, другие два спать днем. По идее, в принципе, по двое за день успевает высыпаться на одной кровати. Я думаю, что открытое достижение. Diary Shooting for Lifestars. Не знаю, что это значит, но, в общем, круто. Игра у меня, естественно, лицензионная, не пиратка. У меня были мысли скачать пиратку. Думаю, ну что там, одиночная игра, фиг с ним, да, с пиратчем. Но пока, когда я узнал, сколько эта игра офигенная, я без промедления ее купил. Потому что она реально очень хорошая. И за такие игры разработчикам просто надо платить деньги. Так, легко ранен ты у нас. В принципе, можно было бы, конечно, тебя золотать бинтом. Но я думаю, что управишься и сам в кровати. Все-таки легкое ранение это ерунда. Ничего страшного. Давайте поглядим, что у нас здесь имеется интересного. Так, отлично. Ултаем. Отлично. Медикаменты, травы, чистая вода и книги. Ну что же, нода бед. Нет, давайте посмотрим тогда, что мы тут еще можем сделать. Ну а вообще, по идее, нужно покачать лесарный верстак еще лучше, чтобы можно было делать топор. Потому что топором можно рубить мебель на доски, да, и на топливо. И также, в принципе, топор нам в дальнейшем пригодится. Так, но мне хватает для этого компонентов и досок. Притом дофига. Поэтому пока что про это можно забыть. Хорошо. Давайте посмотрим, что мы еще можем сделать. По идее, можем сделать радио. Для того, чтобы... Еще это нужно вообще. Давайте почитаем. Было бы здорово, если мы можем слушать новости и прогноз погоды. Мы могли бы подготовиться к трудностям, если бы знали о них заранее. Когда новостей нет, мы можем слушать музыку, чтобы поднять себе настроение. То есть такое средство от депрессии своеобразное, да? Я думаю, что имеет смысл сделать. Пока что нам все на большее не хватает. Так, давайте поставим на рветы комнате. Упускай у нас будет такая комната отдыха здесь. Я думаю, что почему бы и нет разместить. Так, Бруно плохо спал, слегка болен. Но ты у нас следующий пойдешь спать, поэтому все нормально. Ничего страшного. Чем бы тебя пока занять-то еще, интересно. И посмотреть, что можно еще сделать. Может быть здесь, например. Спать на полу ужасно. Ну блин, братиш, все. У вас есть кровать? Радуйся. Отмычку можем сделать одну. У нас есть лом, поэтому в принципе, наверное, в этом мало смысла пока что. Можем сделать стул. Ну тоже он, наверное, не особо нужен. Да нет, в топку. Давайте пока просто сделаем лучше топливо еще. Оно всегда пригодится в хозяйстве для печи и так далее. Последний спухожак надо сделать будет печь, потому что температура плюс 16 довольно прохладна на самом деле. А когда нам придет зима, я будет около пяти градусов. Мы просто все заболеем и умрем. А этого бы очень не хотелось. Так, Молочина сделал радио. Послушаю его теперь. Городские новости. День 2. По поручению начальника подстанцев мы предупреждаем слушателей не пересекать линию фронта. Нарушение запрета может привести к смерти. Вот так-то. Так. Ну, пока что, что-то больше никаких новостей особо не ловит. О! Неизрая начальные контратаки повстанцев, стремящиеся снять блокаду из Поборения. Блокада продолжается. Правительственные войска не пропускают в город гуманитарную помощь, утверждая, что она поет в руки повстанцев. Жесть. Так. Вот мы уже слышали. Ну, в принципе, все. Играет классическая музыка. Да, хотя вообще стул надо сделать, на самом деле, около радиостанции, около этой, чтобы можно было просто там хотя бы в тупо посидеть. Так что, давай-ка. Закрафтим, если еще остались. Да, остались, в принципе, возможности для этого. Твою мать. Разместись. Давай-ка ты его размещай. А ты, братиш, иди пока просто присядь. Отдохни чуть-чуть. В принципе, у нас еще остались тут завалы неразобранные. Так что, я думаю, что лучше давай-ка ты тогда не отдыхай, братиш. Ты уже извини меня, пожалуйста, что я тебя дергаю. Иди-ка лучше работай. Арбайтен. Мать его. Хлеб он сам себя не заработает. О, добыльщик проснулся. Так, хорошо, тогда иди посиди. А ты иди спать, Павла. Он слегка уранен, устал. Приходит к себе, видите, когда он спит, он выздоравливает. Поэтому, в принципе, все должно быть окей. Жалко, нет лопаты. Но ничего не поделать, пьется, без лопат разбирать завала. Голыми руками это будет долго и нудно, но... Слушай, как быть, мне-то пригодилась лопата. Да, братиш, я знаю, пригодилась бы. А ты пока просто потусуй булки. Ты у нас, в принципе, вообще отдохнувший на полную катушку. Ночью пойдешь добывать. А ночь уже скоро. Ночь уже совсем скоро. Эх, не успел у нас выспать второй персонаж, скорее всего, не успеет. Будут оба уставшие. Хотя посмотрим, как знать. Так, легко ранен, устал. Плохо спал, слегка болен. Блин. Ночь, извини, ты будешь охранять, потом поспишь. Ты-то распишь в кровати, раз ты не успел выспаться. А ты добываешь. Видите, появились новые локации. Разбомбленная школа, супермаркет, бла-бла-бла. Но мы прежде пока идем сюда, в заброшенный дом. До конца его вычистим. В этот раз нам с собой, в принципе, ничего не пригодится. Хотя, иногда бывает так, что в первый раз локация безопасна, а в второй раз там уже какие-нибудь грабители и так далее. Но я буду надеяться на лучшее. Так, что у нас такое здесь? А, я, кажется, знаю, что... Да, так оно и есть. Разрушенный пистолет, сломанный точнее. Потому что мы прочитали записку, и нам открылось это место. То есть мы узнали из записки, что здесь есть пистолет, и мы его нашли, помните? В прошлую вылазку. Это, по-моему, круто. Так, ну, забираем все, что осталось. Все, что хватает нам, собственно, места в инвентаре. А там уже посмотрим. Что оставить, что взять. Так, оружение деталей и сломанный пистолет. Но, блин, по идее, это не самое нужное сейчас, то есть можно за этим вернуться попозже, да? А с другой стороны, хрен его знает. Хрен его знает. Так, без сахара не было бы самогон, абсолютно необходимо по изображению. Нам пока самогон не интересен, поэтому давайте пока сахар выложим. Вместо него возьмем лучше материалов побольше с собой. Хотя материалы не самые ценные, что есть, потому что их можно все же выменять в торговцы. Они не такие дорогие. То есть лучше брать какие-нибудь такие вещи, именно более важные и необходимые. Так что, наверное, мы возьмем сейчас вот это, например, да? И, например, еще вот так пока что. Но это пока. Мы еще посмотрим, что там сверху осталось интересного. В той комнате мы вообще не обыскивали. Так, что у нас здесь? Здесь у нас, в принципе, все то же самое. Ничего особо важного. А вот в самой дальней комнате может быть что-то интересное. Так, взять. Еще можем взять оружейных материалов. Хорошо. Блин, кофе мог бы сразу забрать. У меня же был у с собой кофе. Они наверняка стакаются тоже. Там по два, по три, по четыре. Ну, затупил. О, медикаменты. Мать его. Надо по-любому набрать. Так, хорошо. Ну, в принципе, наверное, все, пожалуй. Можно, конечно, сходить сюда еще раз, но тут уже чисто только если идти сюда за компонентами, да? За вот такими материалами и за досками. Потому что больше тут, в принципе, делать нечего. Ладно, я думаю, что можно играть к выходу потихонечку. Быстрая получилась вылазка. Абсолютно безопасная, но она, в принципе, толковая. Взяли еще немножко медикаментов. Самокруточек покурить и... Немножко всяко-всячина. Так, как достижение... Not a bit of... Что-то там. День третий. Я вернулся с бинтами. Красавчик. На нас напали. Кто-то явился ночью, чтобы ограбить нас. Ах ты, мать твою, а. Это-то плохо, конечно. Ночью они нас напали. Марко занимался поисками сокровищ. Принялся кое-что интересное. Кто-то пытался ограбить нас. Должно быть, они были более испуганы, чем мы. Поэтому мы смогли отогнать их. У нас было немного оружия, но на всех не хватило. Павло получил ранение, но грабителям не удалось ничего унести. Мы способны защитить себя. Павло имеет глубокое ранение, и нужны бинты. Ох ты, мать твою. Павло, Павло. Так, хорошо. Давай, Тро, иди. Бежись. Сегодня нас никто не хавает. Голоден, ранен. Голоден, слегка болен, устал. Так, все, спать. Бруно устал. А Марко просто голоден и устал. Но я думаю, что он успеет выспаться все-таки. Давайте пока отправим его что-нибудь крафтить. Мне нужно полежать немного, а то ранены могут открыться. Может, нож тогда сделать? Я думаю, что имеет смысл. Так. Голоден, ранен, наложен бинт. Послушай пока радио, что нового по новостям передает. Давайте узнаем. В ближайшие дни сохранится теплая и мягкая погода. Великолепно подходит для прогулок в парке. Это не может не радовать. Значит, пока что обыгрывать это можно не делать. Потратить на что-нибудь более ценное. Добытые нами материалы. Так, тут у нас музыка. На этой радиоволне слушаем дальше. Вы слушаете радио Погори. Мы с Нишлеем сообщаем, что наш коллега Йован погиб сегодня утром. И вас сидел снайпер, когда он ушел на работу. Многим будет его не хватать. Бедный Йован. Так, ну это мы уже читали. Все, получается. Давайте поставим зарабатывать на музыку. Посиди пока, послушаем музыку. Так, Бруно у нас спит, потому что он уставший, приходит в себя. Хорошо, ты у нас сделал нож, молодец. Что ты можешь тут еще сделать интересное? Ну-ка, улучшения не хватает нам. Немножко, всего лишь три компонента и четыре доски. В принципе, блин, имеет смысл. Имеет смысл подкопить просто-напросто. Давайте так и поступим, пожалуй, тогда. Просто подкопим. Так, у нас там завал не разобрано до конца. Давай-ка, Марка, вперед. Но ты у нас следующий будешь на очереди спать, потому что ты опытный добытчик и ночью должен пойти добывать. Поэтому следим внимательно, когда этот чувак проснется. Он его смеет на разборе завалов или на лутании, там, на чем-нибудь. Получается. А Марка сразу же идет спать. Блин, реально офигенная игра, очень интересная. Надеюсь, что вам тоже понравится смотреть прохождение. Действительно, очень круто. Поначалу, может быть, немножко скучно покажется, но потом, в дальнейшем, когда втягиваешься в происходящее, когда происходят всякие различные эпичные вещи, просто начинаешь быть в шоке. Торговец пришел. Так, вперед тратарговать, получается. Только давай не ты, давай вот ты пойдешь торговать. Так, торговец. Это очень хорошо. Ты у нас быстрый бегун, быстро добежишь. Давай, братюнь, еще немного. Молодец. Посмотрите, что я принес. Так. Ну да, посмотрим. Что ты хочешь? Значит, у меня есть вот такая офигня. Бинты, да, он предлагает мне, я много прошу в обмен. Консервы это вам дорого обойдется. Сигаретки, медикаменты, всякая фигня. Нам, в принципе, всего этого нужно, пожалуй, только разве что купить. Я думаю, что досок, да? Так, значит, как это? Вот сюда получается помещать надо, нет? Или вот сюда? Вот сюда. Подожди, неинтересно. Так. Сейчас, братю, не постой просто секунду буквально. Я посмотрю, что мне нужно, чтобы улучшить. Я очень быстро, не переживай. Прямо оглянуться не успеешь. Я уже возвращаюсь, не переживай. Так. Так, три компонента и четыре доски. Все, хорошо, понял. Давай-давай, я бегу обратно. Так. Хорошо, поехали тогда. Три. Три. Доски четыре. Раз, два, три, четыре. Замечательно. А что мы тебе предложим взамен? Наверное, кофеек. Давай, говорит, больше. Вот ты блюдок, а. Так, говорит, не пойдет. А, вот у нас такая штука еще есть. Вот это щедрое предложение. Ну, еще бы. Ты мне знаешь, сколько всего отдашь. Тогда это мне дашь вот так вот, столько всего, например. Не пойдет, говорит, давай больше. Хорошо. Отлично, мы договоримся. А, водичку дашь еще? Водичку не даст. А шестереночку такую? Тоже не даст. Может быть, сахарок? Хотя бы. Мать твою, сахарок не дает. Какой жесткий торговец. Топливо. Ну, видимо, все. Вот так появятся обмениваться. Ну, ничего не поделаешь, ладно, договорились. Так, давай поглядим, что у тебя там еще есть интересного. Какого черта я марка нажал, да? Подожди, блин, где у нас марка? Стоп, 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 стоп. Ты же там почти закончил, не заканчивай. Бруно отдыхает. А Павел пока еще торгуется. Так, что нам еще может быть интересного у него, у этого юноши? Еды, конечно, хотелось бы, но еду мы, собственно, сами можем добыть, наверное. Что вообще можем продать ему для ноти, сначала посмотрим. Нам продавать-то особо нечего. Патроны оставить самому хочется. Да хрен его знает, короче. Я думаю, что пока все. Пока нам ничего интересного. Спасибо, вы просто отрастите мое время. До свидания. Пора идти, я попытаюсь к вам забирать на днях. Спасибо. Рад будет тебя видеть. Давай, до скорого. Пойдем, наконец-таки, улучшим. Так, в это время у нас... Нам, наконец, выломали эту фигню. Добыли один бинт, одну книгу. Неплохо. Получили за это ачивочку. Так. Иди пока просто посиди. Потусуй булки на кухне. Так, ты по-прежнему спишь. Ладно. Спишь, так спи. Проводить более сложные вещи и устройства. Позвольте получить еду, медикаменты и цены для обменных предметов. Можем удалюшить его и делать электрические бла-бла-бла. Или все-таки слесарные улучшить. Помимо изготовления инструментов, таких как топоры и ножовки, он позволяет чинить сломанное огнестрельное оружие и шлемы. Дальнейшему существенно поможет нам изготовлять патроны и бронжилеты. Оно не хватает. На мать его, не хватает. Так что выборочевиден. Улучшаем этот верстак. Ну ладно. Почему бы и нет? Давайте сделаем. Блин, когда же ты уже выспишься-то, интересно, да? А, так ты слегка болен приходит у тебя. Так ты уже все получается. Ты же уже не хочешь спать. Кого-то ты обманываешь. Иди посиди, блин. У меня тот опытный добытчик устал. Бегом спать. Сегодня у нас слегка борной марка будет. Дежурить ночью. Можно, конечно, вылечить его лекарствами, блин. И даже, наверное, так и поступим все-таки. Потом себе еще найдем. Ничего страшного. А так, по крайней мере, он точно не заболеет более серьезно. А то мало ли. Какой ты прыткий-то, а? Я присяду, мои раны болят. Давай, Бруно, присядь. Так, слегка болен под лекарствами. Хорошо. А с тобой тем, что голоден наложен бинт. Нормально жить будешь. Так, теперь мы можем заделывать дыры, на самом деле. Это очень важно, потому что таким образом мы защищаем проломы окна, чтобы защитить наше жилье от грабителей. То есть грабители лезут на нас, нападают именно вы эти проломы большие. Их, по-моему, три, если не ошибаюсь. Вот раз, два. Ну, по-моему, третий. А может, четыре, фиг его знает. В общем, нужно их по-любому залатать. Обязательно потом будет. Но пока нам не хватает средств. Что еще тут можно будет делать теперь, получается? Микстурный стол. Грядки для трав. Самогонный аппарат. Капкан для небольших животных. Вот это крутая тема, тоже хочется сделать. И коллектор дождевой воды. Тоже полезно. В общем, блин, дофига всего полезного. Теперь можем делать также кресло еще и к тому же. Удобный предмет мебели, завалявшись на у него, с хорошей книгой, можно почти забыть о войне. Так. Ты же у нас курильщик, почему ты не куришь? Бруно. Бруняша, нам нужна еда. Завтра покушаешь. Не сегодня. Иди пока просто потусуй булки. Отдохни. В принципе, все сделали. Сейчас просто завершим. Надеюсь, он выспится. Очень на это надеюсь. Голодин устал. Блин. Может, и не успеть. Хрен его знает. Затянули мы с больным, который просто так спал на кровати, не хотев при этом спать, не был уставшим. Печально. Так. Опытный добыч. Голодин устал. Твою мать. Ну, что поделать. Все равно дежды бывать. Так. Ладно. Павло. Что ты делаешь у нас? Ты, Павло. Ты у нас, собственно. Голодин ранен. Наложен бинт. Голодин слегка болен под лекарствами. Вот ты, пожалуй, охраняешь. А Павло спит в кровати. Как-то так. Ну и, пожалуй, друзья, наверное, давайте здесь закончим. А в следующей серии уже отправимся куда-нибудь в новую локацию. Надеюсь, что первая пилотная серия вам понравилась. Оставляйте свои комментарии, что вы по этому поводу думаете. И не забывайте про большие пальчики вверх. Для вас играла и комментировала Валдай. Это была игра This War of Mine на Epic Type. До новых встреч. Пока-пока.